Викторина, парни, что делает духи зимними? Лично для меня есть некоторые вещи, которые цепляют. Во-первых, долговечность. Затем шлейф. Я хочу, чтобы он был слышен в помещении. Еще я смотрю на определенные нотки. Табак, фиалка, кожа, немного янтаря. Эти ноты как раз то, что я ищу в холодное время. Чтобы сделать этот список интересным, я решил не вносить в него популярные экземпляры. Пусть они и отличные ароматы, которыми можно пользоваться хоть в течение всего года. Вот эти EDT Blue De Chanel, на мой взгляд, будут больше весенне-летне-осенними духами. Для зимы лучше, наверное, подойдут EDP или Parfume. Часто делая выбор между EDT и EDP Parfume, люди думают, что разница только в силе аромата. В целом это так, но вот в данном примере не то, чтобы был более сильный аромат. Аромат просто мягче и ощущается более насыщенным. Каким-то даже кремовым. И это делает его идеальным для зимы. Поэтому, если выбирать для зимы, то я бы выбрал Parfume или EDP. Начиная наш список, на десятом месте у меня для вас пара духов. Это Гуччи Пур Ом и Диор Фаренгейт. Начну с духов Гуччи. Мало кто о них говорит. Это очень красивые духи. Одни из моих любимых зимних духов. Доминирующая нота. Это табак. Мне нравятся духи с табачным ароматом. Кипарис отлично балансирует эти духи. Табак не выбивается слишком сильно. Листья фиалки и янтаря делают эту комбинацию превосходной. Почему же они не выше в списке? Я говорил уже о стойкости. Они не держатся долго. Где-то через три часа от них уже и след простыл. А шлейф относительно слабый. С другой стороны у нас есть Диор Фаренгейт. У него нет проблем со временем. Он держится 8-10 часов. Со шлейфом тоже нет никаких проблем. Пара прыжков и можно задушить парочку людей в помещении. Аромат тут доминируют цветы фиалки и кожа. Очень сильный аромат. Можно сравнить с тем, как на руки попадает бензин, когда ты стрижешь газон. И поэтому я не поставил его выше. Многие люди считают его весенним ароматом. Я могу его использовать зимой, весной и даже осенью. На девятом месте у нас CK One Shock. Эти духи уже не первый год на рынке. И что мне в них нравится, так это то, что они соответствуют всем трём пунктам, которые я перечислял. В них есть табак и янтарь. Также есть пачули совместно с кардамоном. Может звучать как-то несочетаемо, но эти ноты табака, они прекрасны. И моя любимая часть насчет этих духов, особенно она понравится вам. Они дешевые. Да, эти духи не самые долгоиграющие и шлейф не самый сильный. Но если вам подойдут духи, которые продержатся 3-4 часа, то они для вас. А что если вы хотите дешевые духи, которые продержатся весь день? Не волнуйтесь, у меня есть для вас вариант. Я их даже не внесу в этот список. Но эти хана и моря, в них присутствует корица, и если вы ищите что-то пряное и не сильно популярное, то можете попробовать. Зина, устоявшаяся классика. Кажется 1986. Если не ошибаюсь, то это будут ароматики. Это древесные духи, в них есть ноты сандала. Если вы хотите пахнуть как сосновый лес по очень доступной цене, господа, Аспен. Это классика уже долгое время на рынке. И это отличные зимние духи, потому что они долговечны и имеют хороший шлейф. На восьмом месте у нас Герлейн, Лём, Идеал и Дипи. Вы бы только знали, сколько раз мне пришлось повторить это, чтобы сказать правильно. Суть в том, что французы знают, как делать хорошие духи. Итак, миндаль, вишня, ваниль. Звучит интересно. Для парней, да, если вы ищите аромат для интимной обстановки, то это отличные духи. Они долго держатся, у них хороший шлейф. Да, это не самые дешевые духи, но если вы ищите что-то уникальное и уютное, то это победитель. Говоря о победителях, давайте взглянем на духи, которые находятся в списке победителей среди зимних ароматов. Я не вношу его в наш список, но хотел бы упомянуть. Versace Errors. Почему? Потому что они безумно крутые. Да, это популярные духи, которые имеют репутацию духов для свидания. Они сильные, и девушкам они нравятся. Хотите что-то другое? Вот вам Errors Flame. Мне они очень нравятся. Они чуть более сладкие. На мой взгляд, они достаточно уникальные. Хотя тоже популярные. Далее в списке Барбари London for Men. И если вы ищите рождественские духи, то, на мой взгляд, это, пожалуй, самые подходящие духи для зимних праздников. Когда я думаю о декабре, то это самый лучший выбор. Почему? Если взглянуть на нотки, то тут есть и табак, и корица, и кожа. Популярные ингредиенты, которые используются в других ароматах. Но в этой комбинации что-то есть. Может это бергамот с нотами лаванды. Но что-то выделяет их среди остальных ароматов. Поэтому, если вы хотите пополнить свою зимнюю коллекцию, то эти духи должны быть в вашем списке. Ну а что, если вы сторонник Крит? Вы всегда пользуетесь Авентус, но решили попробовать что-то другое от Крит из их зимней линейки, то Милисим Империал могут вам подойти. Отличные духи, мягкие и кремовые. Отличные зимние духи. Ну или можете попробовать Ут, Роял Ут. Это премиальные древесные духи. Они очень мягкие. Поэтому, если вам нравится Крит Авентус, то, скорее всего, вам понравятся и эти. Ну и если вы хотите себе вызов, и вам нравится история, вы симпатизируете Уинстону Черчиллю и хотите попробовать духи, которые он сам носил, то попробуйте Табором. На шестом месте это не Азара Уонтед. Это отличные духи. Их легко найти. Хорошие зимние духи. Хотя мне больше нравятся Уонтед Бай Найт. Они чуть сильнее. Красивые зимние духи. И это не будут Пакарабана Уон Миллион. Опять-таки, отличные зимние духи. Они не вошли в мой топ-10. Но что я внес в список, это Пакарабана Уон Миллион Приве. В этих есть нотки табака. Они по-прежнему сладкие, как Уон Миллион, но не настолько. Но в них что-то есть. Они притягивают комплименты. Мне кажется, я рассказывал уже эту историю. Женщины следовали за мной по магазину, чтобы спросить, что это за аромат на мне. И именно поэтому я поставил их повыше в списке. Они не держатся так долго, как мне бы этого хотелось. Но они хороши. Аромат держится 6 часов. И шлейф довольно сильный. Так что это отличный выбор, если вы хотите получать комплименты. Говоря о комплиментах, есть духи, которые, несмотря на то, что они совершенно обычные, являются настоящим магнитом для комплиментов. Вы знаете, о чем я. Саваж. Стоит ли брать себе EDT? Это отличные духи на весь год. Но если вам нравится Саваж, то я бы рекомендовал EDP. Они чуть сильнее и мягче. Именно это я бы выбрал. Можно попробовать копии, которые могут быть более сильными, но при этом мягкими. Я знаю ребят, у которых много парфюмов, и они говорят, что их женщинам нравится Саваж. Несмотря на то, что я ей показывал другие ароматы, она все равно спрашивала меня, почему я не ношу Саваж. Поэтому, почему бы не попробовать похожие духи с чуть измененным ароматом, который вам нравится. И да, вашей девушке он тоже понравится. На пятом месте это Том Форд Табакка Ваниль. Эти духи были на первом месте в моем списке год или два назад. Могу сказать, что они мне и сейчас нравятся. Я не так часто ими пользуюсь, как раньше. Я открыл для себя много других ароматов. Эти духи оказались очень сильными. Моей жене они не очень нравятся, но скажу так, табак в них очень бросается. Табак и ваниль. Есть нотки других сухофруктов, так что это по-прежнему крутые зимние духи. И если вам нравится табак, то можете смело пробовать эти духи. Если вам нравятся нишевые духи, такие как Том Форд, то значит вы хотите пахнуть необычно. Вы хотите аромат, которого ни у кого нет. Да, парни, Том Форд это круто. А как насчет духов от популярных ютуберов? Я сам протестировал практически все из них. И вот могу порекомендовать Гравитас от Мистер Смелли. Если вам нравится лаванда и немного пачули, в них также есть ваниль и цитрусы. Это настоящие фужерные духи. Так что, если вы ищете что-то уникальное и мужское, то это отличный выбор. Ну или Стивен из Радолессенс. Виртус это тоже табачный. Да, он использует много латинских терминов, но это сильные духи. Они будут держаться весь день. Это, пожалуй, мои любимые духи из его коллекции. И подытожим духами Дэйт от Фрэгненс 1. Они будут более сладкими. В них такой микс из фруктов. Если вы ищете что-то сладкое и долгоиграющее, то это они. На четвертом месте Империо Армани Стронгер Уиз Ю. Скажу сразу, я предвзято к ним относился. Мне не нравится их название. Я говорил, что не куплю их. Они не звучат как что-то прикольное. Но на самом деле это очень крутые духи. Кардамон, ваниль. Таких духов много. А вот микс с каштанами и ананасом, вот это сочетание делает эти духи действительно шикарным ароматом. У них также сильный шлейф и они держатся целый день. И если вы можете переварить это название, то это отличные духи. А если вам хочется хорошие зимние духи от Армани с крутым названием, то попробуйте Армани Коуд или Армани Коуд Профумо. Любой из них будет отличным дополнением к вашей коллекции. На третьем месте Каролина Эррера Си Эйч Приве. Я перестал ходить на вечеринки, а эти духи пахнут бесподобно. Если вы знаете, как пахнет крутая вечеринка, то это они. И оттенки, которые в нем замиксованы, я от них без ума. Тут и кожа, и кардамон. Так что это превосходные духи. Поэтому они так высоко в моем списке. Да, это не монстр шлейфа. Они держатся довольно неплохо, 6-7 часов. Но эти духи обладают ароматом праздничной вечеринки. Так что да, если их надеть и вас остановит полиция за рулем, они могут попросить вас пройти тест на трезвость. Короче, это зимняя праздничная тусовка в бутылке. Что насчет зимних духов, которые никто не использует. Вот, например, эти. Трусарди Зе Ред. Мой друг Чат из Джентлменс Джорни показал мне их. Спасибо большое, Чат. Это действительно красивые духи. А цена просто нереально маленькая. У них не самый сильный шлейф, но он держится довольно неплохо. 6 часов. А если вам нравится янтарь, то вот этот янтарный микс от Дэвидов. Да, это не самые дешевые духи, но если вам нравится янтарь, то да. И еще есть Альфред Данхилл, Данхилл Кастом. Никто у них вообще даже не упоминает. Очень простой аромат, но он снес мне крышу. Я пробовал их всего раз, но буду еще. Наверное, вы увидите его еще в некоторых списках, но опять, это редкий аромат и он довольно дешевый. Итак, на втором месте у нас Парфюм Де Мерли, и это не Лейтон. Они отличные духи, чтобы добавить их в свой список. Это были мои первые духи от Де Мерли. Это Ник Годолфин. Хотя я почти внес их в список. Мне нравятся эти духи с ароматом кожи, но решил оставить всего одну модель из коллекции. И это Карлайн. Вот эти духи, они просто шедевр. В них есть нечто, что просто меня поглощает. Это восхитительные зимние духи. Когда я думаю надеть свитер, то эти духи мне приходят на ум. Наверное, это почюль вместе с ванилью, бобы тонко, зеленое яблоко и роза. Хотя еле-еле уловил этот аромат. Суть в том, что это настоящие мужские духи с приятным ароматом, которые хорошо играют нотами. Поэтому он на втором месте моего списка. На первом месте нашего списка зимних духов Низахара Фофф Сигнача Пур Ом. Потому что он занимает первое место в другом моем списке. Да, мне нравятся эти духи. Они отлично подойдут для зимы. Этот аромат возвращает меня обратно к моему католическому воспитанию. Возвращает меня в церковь на мессу. Кстати, мне было скучно, потому что там было много симпатичных девчонок. Но речь не об этом. Суть в том, что у меня остались положительные воспоминания от похода в церковь. И эти духи мне напоминают об этом. Наверное, поэтому я люблю их так сильно. Я не внесу их в этот список, но могу сказать, что это классные духи. Итак, на первом месте, господа барабанная дробь. Вы готовы? Готовы? Ну, что же это? И это Black Phantom от Killian. Этот аромат, если вы гурман, вам нравится кофе, шоколад, карамель, немного рома. Все это вместе соединено в аромат. Они держатся и пахнут. Бум. Вот вам духи. Black Phantom. Да, они совсем не дешевые, но это настоящее произведение искусства. Так что да, первое место в моем списке. Какое видео смотреть далее? Как насчет того, как сделать так, чтобы духи дольше держались? В этом видео я расскажу вам о секретах, как сделать так, чтобы духи оставались с вами целый день. Узнайте как, посмотрев это видео.